Здравствуйте, друзья! Boeing X-37 – секретный космолет Америки В 1991 году, после того, как страна, которая не производила ничего, кроме галош, ушла в историю, на Западе гуляли настоящий праздник. Туда рекой потекли технологии и специалисты СССР. X-37 вырос как раз на этой технологии, которую передали американской стране частично через ЦРУ, частично докупив документацию в 90-х годах у РФ. С 2010 года США испытывают экспериментальный космический аппарат X-37B разработки компании Boeing. В настоящее время одна из опытных машин совершает очередной испытательный полет, продолжающийся уже более двух лет. Работы по X-37B ведутся в атмосфере секретности и публикуются лишь отдельные отрывочные данные. Все это приводит к появлению серьезных опасений и вопросов, пока остающихся без ответа. Boeing X-37, также известный как тестовый орбитальный транспорт, Orbital Test Vehicle, OTV. Это проект небольшого многоразового орбитального самолета-беспилотника. На орбиту его выводит ракета, а посадку он совершает на аэродром при помощи крыльев используя подъемную силу. Проект был начат компанией Boeing в 1999 году по заказу NASA и ВВС США. Первый полет от OTV произошел в 2010 году, и вот уже 9 лет все человечество не перестает гадать, для каких же целей используется X-37B. А ВВС США и NASA не спешат делиться секретами и разглашать цели программы. Разработка будущего проекта X-37 стартовала в 1999 году и осуществлялась отделением Phantom Works компании Boeing при активном участии NASA и ВВС США. Через несколько лет NASA передала проект агентству DARPA, в результате чего основные работы были засекречены. С тех пор новая информация о проекте не слишком часто становится достоянием общественности. История создания «Челнока» берет свое начало в СССР. В 60-е под руководством гениального Глеба Евгеньевича Лазиина Лазиинского, который в будущем станет создателем «Бурана», осуществлялись работы по созданию космического самолета с воздушным стартом, получившее название «Спираль». Большой объем информации был получен американскими инженерами по линии ЦРУ. Далее на основе этой информации был детально проработан проект «Челнока» HL-20. Этот «Челнок» никогда не летал, но на его основе был создан «Дримчайзер», похожий на «Челноки» серии «Бор», как две капли воды. Из проекта «Дримчайзер» вырос тот самый секретный Х-37Б. Надо отдать должное американским коллегам. При первом полете американского «Челнока» имена советских инженеров были увековечены на табличке, установленной на борту корабля вместе с инженерами, работающими по проекту HL-20. Известно, что в 2005 году разработчики приступили к атмосферным испытаниям опытного образца Х-37А. После таких проверок проект доработали, результатом чего стала подготовка к полноценным испытаниям изделия Х-37Б на орбите. Первый полет такого рода с обозначением ОТВ-1 начался 22 апреля 2010 года и продолжался более 220 суток. Затем провели еще несколько полетов, продолжительность которых постоянно росла. В испытаниях участвовали две опытные машины. На текущий момент таинственный американский военный космический корабль Boeing X-37B находится в космосе уже 900 дней. Его запустили весной 2020 года. Военный беспилотный космический корабль Boeing X-37B, который уже много лет окружен Орелом Тайны, продолжает находиться на орбите, добравшись до знаковой отметки в 900 дней. Текущая миссия ТВ-6 стартовала в мае 2020 года и продолжается до сих пор. Прошлый рекорд в 718 дней, который был установлен в 2019 году, давно побит. И пока совершенно неизвестно, сколько еще аппарат проведет на орбите. В чем главная таинственность этого космолета и что отличает его от обычных космических аппаратов? Дело в том, что этот космолет торчит на орбите годами, а после возвращается на Землю, перекусывает, ремонтируется и снова отправляется гулять по орбите. Всего таких полетов было совершено более пяти, и каждый из них продлился от 224 до 778 дней. После первого запуска считалось, что американцы проводят обкатку многоразовых средств доставки грузов. Однако затянувшиеся эксперименты поставили эту точку зрения под большой вопрос. После второго запуска было выдвинуто предположение, что аппарат будет использоваться для слежения за космическими объектами других держав. Однако он ни разу не подлетел ни к одному объекту на столь близкое расстояние, чтобы это имело хоть какой-нибудь смысл. Были и предположения, что аппарат используется для испытания нового космического перехватчика, способного выводить другие космические объекты из строя с помощью кинетического оружия. Однако не думаем, чтобы и эта цель была у аппарата приоритетной. Уж слишком много вопросов к длительности пребывания челнока на орбите. Ведь для испытаний нового оружия такая продолжительность ни к чему. В ходе четвертого запуска НАСА лишь вскользь обмолвилось, что челнок будет использоваться для испытания ионных двигателей, а также прочности материалов при воздействии на них условий космоса. Звучит убедительно, правда, подобные эксперименты можно вести и на МКС, и они не будут требовать запуска специального аппарата, да и в целом будут обходиться дешевле. Существует также вероятность того, что указанный аппарат использовался в качестве лаборатории для испытаний воздействия космической радиации на биологические организмы или биологическое оружие. Пикантности ситуации добавляет и персонал, который всегда облачен в костюмы полной химической защиты закрытого типа. Хотя, вероятно, это объясняется ядовитостью топлива, которое использует челнок. Многоразовый аппарат X-37B был создан в интересах ВВС США, что сказалось на режиме секретности. Тем не менее, военно-воздушные силы раскрыли самые общие детали о целях проекта. Программа X-37B является экспериментальной и предназначена для отработки технологий в сфере многоразовых беспилотных космических кораблей для ВВС. При помощи построенных прототипов планировалось проверить конструкцию и бортовое оборудование, а также провести ряд исследований с применением той или иной полезной нагрузки. Согласно разным источникам, испытываемые в настоящее время X-37B имеют длину около 9 метров, при размахе крыла 4,5 метра. Максимальный стартовый вес менее 5 тонн. Полезная нагрузка – 1 тонна. Необходимый груз размещается в центральном отсеке аппарата объемом в несколько кубометров. Запуски производились при помощи ракет-носителей Atlas V-501 4 старта и Falcon 9 1 старт. Носители выводили опытную технику на низкую околоземную орбиту высотой 300-400 км, в основном вблизи экватора. Во время продолжительных полетов X-37B выполняли различные маневры, меняли орбиты и т.д. Имеются сведения о сбросе полезной нагрузки. Также в зарубежных СМИ появлялись сообщения о попытках введения разведки и решения других особых задач. Регулярно появляются различные сведения о той или иной работе X-37B на орбите, но официального подтверждения со стороны ВВС США они по очевидным причинам не получают. Тем не менее, такие сообщения вместе с доступной информацией о проекте приводят к появлению самых интересных и смелых версий. В начале 2012 года, во время второго полета, в зарубежной прессе появилась новость о приближении X-37B к китайской космической станции Тингун-1. Вероятно, это была попытка наблюдения за иностранной техникой. Тем не менее, США не подтвердили эту информацию. А разные параметры орбит могли вообще исключить возможность сближения. Наличие грузового отсека и возможность несения различного оборудования, как закрепленного, так и сбрасываемого, в полете определяют основные возможности X-37B. Также это способствует появлению различных версий и прогнозов, часть которых вполне может соответствовать действительности. X-37B представляет собой многоразовый космический аппарат самолетного типа, что дает ему ряд характерных возможностей. Прежде всего, это более простой вывод на орбиту и возвращение с нее. Кроме того, аппарат может использоваться в качестве транспортного средства для вывода и возвращения заданной полезной нагрузки. В этом отношении новый X-37B похож на старый Space Shuttle, но отличаются меньшими размерами и сокращенной грузоподъемностью. Важной особенностью X-37B является уже проверенная способность работы на орбите в течение длительного времени. Первый полет длился более 220 суток, а продолжительность пятого превысила два года. При этом в ходе всех испытательных полетов аппараты не просто оставались на орбите, но меняли траекторию и решали разные задачи. Аппарат с подобным потенциалом может использоваться для выполнения разведки разных районов. В таком случае он должен нести необходимые оптические или радиотехнические средства и выводиться на требуемую орбиту. В зависимости от поставленных задач, X-37B может выполнить миссию и быстро вернуться на Землю, либо оставаться на орбите в течение длительного времени, выполняя новые команды. Согласно некоторым оценкам, опытные X-37B уже использовались для вывода на орбиту компактных спутников неизвестного назначения. Кроме того, они якобы способны ловить малогабаритные объекты в космосе и привозить их на Землю. Такие возможности можно использовать для поддержания работоспособности космической группировки. Также появляется возможность быстрого развертывания небольшой группы спутников необходимого назначения на заданных орбитах. К примеру, это могут быть дополнительные средства связи над районом боевых действий. Но я склоняюсь к версии, что этот секретный космолет ловит спутники – русские и китайские. Полезной нагрузкой теоретически может быть и вооружение разного назначения. X-37B может использоваться как орбитальный бомбардировщик или как перехватчик космической техники. Однако реализация таких возможностей запрещена международными соглашениями. Кроме того, многоразовый космический аппарат может быть не самой лучшей платформой для вооружений. Космический аппарат X-37B позиционируется как экспериментальная машина и демонстратор технологий, необходимых для дальнейшего развития техники ВВС США. Однако даже в таком качестве аппарат имеет особые характеристики и возможности, являющиеся поводом для беспокойства. Наличие такой техники ставит перед другими государствами вопрос о противодействии ей. В этом контексте ключевое значение имеют средства слежения за космическим пространством. Развитые страны имеют необходимые оптико- и радиолокационные комплексы, способные вести наблюдения за объектами на разных орбитах. По всей видимости, в конструкции X-37B не используется стелс-технологии, что упрощает его обнаружение и сопровождение. При использовании аппарата в качестве космического разведчика следует применять уже существующие и отработанные методики защиты. В первую очередь, это грамотная организация мероприятий военного характера. Все основные действия должны выполняться в периоду между пролетом разведывательных космических аппаратов. Кроме того, для защиты войск или иных объектов от излишнего внимания могут применяться средства радиоэлектронной борьбы. В некоторых ситуациях может понадобиться не просто противодействие или подавление, но полноценное поражение космического аппарата. Эта задача является самой сложной в контексте обороны. Для борьбы с X-37B или схожими целями необходимо противоспутниковое вооружение, такое как особые зенитные ракеты. Имеются разрозненные сведения о разработке такого оружия в разных странах. Также имели место несколько случаев применения ракет по реальным орбитальным целям. Даже в существующей конфигурации летающей лаборатории космический аппарат Boeing X-37B является весьма интересным и многообещающим образцом, вполне способным решать некоторые реальные задачи. При этом речь идет об отработке технологий, которые в дальнейшем могут найти применение в новых проектах техники с более высокими характеристиками. США уже сейчас высоко оценивают как сам X-37B, так и будущие образцы, созданные на его основе. Характерные особенности этой техники дадут ВВС США новые возможности, представляющие большой интерес в разных контекстах. При этом даже экспериментальный образец вызывает беспокойство третьих стран, что в Пентагоне рассматривают как хороший знак. В случае с проектом Boeing X-37B можно наблюдать любопытную ситуацию. Об этой разработке известно не слишком много, но и доступные данные являются серьезным поводом для беспокойства. ВВС США намерены развивать новые технологии и пользоваться всеми их преимуществами. Другим странам, соответственно, необходимо учитывать это и готовиться к появлению новых угроз. Как бы то ни было, X-37B – это военный аппарат, который принадлежит ВВС США, а значит и будет использоваться с военными целями. В свете того, что к началу третьего десятилетия 21 века в мире разворачивается настоящая битва за космос, где к России и США добавился весьма мощный игрок в виде Китая, создание подобных ракетопланов у других стран, он, скорее всего, остается вопросом времени. Автор статьи Рябов Кирилл Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.